Как она убедила врачей и свою собственную дочь, что ребенок умер? «Ангел из приюта 2» Предательство матери рассказ Ольги Орловой. Марина долго сидела в темноте, прислушиваясь к тихому дыханию Саши. Это был момент, когда ей пришлось признать правду. Девочка принадлежала другой матери. Однако мысль о том, что придется отдать кроху, разрывала сердце на части. Но как могла бабушка девочке провернуть все это? Как она убедила врачей и свою собственную дочь, что ребенок умер? Марина чувствовала, что не может просто отойти в сторону и наблюдать за тем, как судьба этой красивой и такой беззащитной девочки решается обманом. Она была готова сражаться, и первым шагом должно было стать разоблачение этой лжи. Планы Марины и Ксении. Марина шла по улице, прижимая к себе сумку. В голове крутились тысячи мыслей. От принятия решений до чувства полной неопределенности. Встреча с Ксенией перевернула все ее восприятие ситуации. Девушка искренне верила, что ее дочь мертва. И это ломало внутри Марины всю картину. Но вопрос, почему и как это произошло, не давал покоя. И главное, какая роль во всем этом была у Анны Викторовны. Кафе, где они решили встретиться, оказалось небольшим и тихим. В углу, у окна, уже сидела Ксения. Ее лицо было осунувшимся, а глаза полными боли и усталости. Когда Марина подошла к столу, она поймала себя на мысли, что больше не видит перед собой ту молодую мать, которой ей представлялась Ксения. Девушка выглядела так, словно ее измучили годы тягот. И все эти годы она прожила в одиночестве. «Спасибо, что пришли!» Ксения подняла на Марину взгляд, в котором была смесь стыда и вины. «Я не могла не прийти», — ответила Марина с трудом усмиряя дрожь в голосе. Ее мысли смешались, и слова выходили рваными. «Мы обе хотим только одного, лучшего для Саши!» Ксения тяжело вздохнула, опустив взгляд на свои руки, которые нервно теребили край кофейной чашки. На ее лице появилось болезненное выражение, словно признание того, что она потеряла свою дочь, было слишком тяжелым для нее. «Я не знала, что она жива», — сказала Ксения. Ее голос дрожал. Я думала, нет, меня заставили думать, что ее больше нет. «Мама говорила, что так будет лучше, что я не справлюсь». И я поверила ей, поверила, что это правильно. Она замолкла, а по ее щекам потекли слезы, которые она не могла удержать. Марина смотрела на нее, и в груди словно что-то защемило. Слишком много несправедливости, слишком много боли. Ей хотелось обнять Ксению, сказать, что она понимает ее, что все можно исправить. Но слова застряли в горле. «Но зачем ей было обманывать тебя?» Наконец тихо спросила Марина, сама не веря, что озвучила этот вопрос. «Она ведь могла просто уговорить тебя отказаться от ребенка. Зачем все это?» Ксения снова всхлипнула, закрывая лицо руками. «Я не знаю», — прорыдала она. «Может, мама хотела избавиться от меня, от всего этого. Может, она думала, что я буду только обузой. Я была так молода и глупа, что просто поверила ей». Ксения начала рассказ. В ее голосе чувствовалась горечь, когда она вспоминала свое детство. История Ксении. Ксения росла в доме, где каждое ее движение контролировалось. Ее мать, Анна Викторовна, была властной женщиной, чье мнение всегда было законом. Отец Ксении умер, когда ей было 8 лет, и с тех пор мать взяла на себя роль единственного кормильца и главы семьи. Ксения всегда старалась угодить матери, боясь ее гнева. Она была вынуждена забросить многие свои мечты ради исполнения воли властной родительницы. Поступила на юрфак, хотя мечтала о медицинской карьере, отказалась от поездки за границу на учебу и, наконец, от ребенка. «Когда я забеременела», — продолжила Ксения, — «мне было всего 18». «Я была в ужасе, но не от самой беременности, а от того, что скажет мама». Ее мнение всегда было решающим. Марина слушала, затаив дыхание. В каждой фразе Ксении звучала трагедия молодой жизни, лишенной свободы выбора. «Она сразу заявила, что ребенок испортит мне жизнь, что я слишком молода. Мама устроила целую сцену, говорила, что это жизненный крах, и я опозорю нашу семью. И вот когда я родила Сашу, она настояла, чтобы мне сказали, что малышка умерла». Марина не могла поверить в услышанное. Анна Викторовна была кем-то, кого она теперь представляла себе как манипулятора, способного на самые жестокие поступки ради контроля. «Правда?» Марина нахмурилась. Внутри нее росло странное ощущение, что за этой историей стояло нечто гораздо более мрачное и запутанное. «Твоя мать, она ведь знала людей в роддоме?» Осторожно начала Марина, прислушиваясь к своим подозрениям. Ксения подняла на нее покрасневшие от слез глаза, в которых вновь промелькнул страх. «Да», – прошептала она, – «она всегда была… ну, она знала нужных людей, и акушерка, которая принимала у меня роды, была ее старой подругой. Я не знаю, что они обсуждали, но потом, после всего, мне просто сказали, что девочка умерла, и я… я не могла это проверить. Я была сломлена». Марина резко сжала подлокотник стула. Все становилось на свои места. Анна Викторовна устроила все это, чтобы убедить дочь отказаться от ребенка, возможно, из-за своих скрытых мотивов. Но что именно она планировала? Какую выгоду могла получить от этого обмана? «Мы должны что-то сделать», – Марина посмотрела Ксении прямо в глаза, пытаясь вдохнуть в нее силу, которой, казалось, та давно лишилась. «Это не может остаться безнаказанным. Саша должна знать правду. Ты заслуживаешь знать правду». Ксения молча кивнула, всхлипывая. Марина понимала, что девушке будет тяжело, но в ее глазах появился проблеск надежды. Они обе теперь связаны одной целью – вернуть ребенку ее будущее и разоблачить те ужасающие события, которые скрывались за обманом. Встреча с акушеркой. Через несколько дней две молодые женщины стояли у входа в старую квартиру на окраине города. Зинаида Федоровна, акушерка, которая когда-то помогала Анне Викторовне с ее планами, жила уединенно, избегая общения. Однако, когда Ксения позвонила ей, та согласилась встретиться. Когда они вошли в квартиру, Марина сразу почувствовала гнетущую атмосферу. Квартира была пропитана запахом старости и лекарств. Хозяйка выглядела изможденной, но ее глаза оставались бдительными, как у человека, который многое повидал. «Я знала, что этот день настанет», – проговорила она, как только женщины вошли в комнату. «Все тайное становится явным». Марина и Ксения переглянулись. «Зинаида Федоровна, чо?» – начала Ксения. «Вы были там, когда родилась Саша. Вы сказали мне, что она умерла. Почему?» Женщина вздохнула и села в кресло, закрыв глаза на мгновение. «Твоя мать?» Анна Викторовна всегда была человеком влиятельным. У нее были связи везде – в больнице, среди чиновников. «Когда ты забеременела, она пришла ко мне и предложила деньги за то, чтобы я помогла инсценировать смерть девочки. Я знала, что это неправильно, но не могла отказать». Марина видела, как у Ксении задрожали руки. Она еле сдерживала слезы. «Моя мать обманула меня», – прошептала бы она. «И вас», – Зинаида Федоровна кивнула. Она считала, что так будет лучше для всех. Ребенок был бы обузой, по ее мнению. Но когда я узнала, что девочку удочерили, я поняла, что совершила ошибку – разоблачение Анны Викторовны. Теперь у них была ключевая информация. Зинаида Федоровна согласилась дать показания в суде, если до этого дойдет. Но оставалась одна проблема – как противостоять Анне Викторовне? Марина знала, что женщина, способная на такие махинации, не сдастся без боя. Они должны были подготовиться к возможному скандалу. Ксения уже приняла твердое решение забрать свою дочь обратно. Марина, несмотря на свои чувства к Саше, понимала, что так будет правильно. Но это не делало ситуацию легче. На следующий день они встретились с адвокатом, которого Марина давно знала. Он помог им подготовить заявление в суд и начал расследование всех махинаций Анны Викторовны. Решение суда. Прошло несколько месяцев. Марина и Ксения вместе подали иск в суд, чтобы восстановить права Ксении на дочь. Слушания длились долго, и каждый раз, приходя в зал, Марина чувствовала, как воздух вокруг сгущается. Анна Викторовна не появлялась на заседаниях, но ее присутствие чувствовалось за каждым словом адвокатов, которые защищали ее действия. Ксения сидела рядом с Мариной, ее руки все еще дрожали от нервов, но в глазах была решимость. Она больше не была той растерянной и потерянной девушкой, которую Марина встретила впервые. Теперь это была женщина, готовая бороться за свое материнство. Когда судья начал зачитывать решение, Марина почувствовала, как холод проникает ей под кожу. Голос судьи звучал монотонно и холодно. Суд постановил восстановить родительские права Ксении Антоновой и вернуть ее дочь, Сашу Антонову, биологической матери. Марина замерла. Внутри нее что-то оборвалось. Это было неизбежно, но от этого не менее болезненно. Она медленно повернулась к Ксении, видя, как на лице той проступают слезы, слезы облегчения и боли одновременно. «Саша, моя Саша», прошептала Ксения, сжимая руку Марины. «Спасибо тебе. Ты сделала для нее больше, чем кто-либо мог». Но Марина не могла ответить. Слова застряли в горле, и в груди горело чувство утраты. Саша, ее девочка, та, которую она воспитывала, которую любила всем сердцем, теперь уйдет. В ее голове бился один вопрос. Справедливо ли это? Новый поворот. Солнце медленно опускалось за горизонт, когда Марина, сидя на крыльце, смотрела, как Андрей играет с Сашей в саду. Это был их последний вечер вместе, и Марина знала, что завтра им придется проститься. Но самое странное было то, что ее чувство тревоги не покидало ее с момента вынесения решения. Внезапно раздался звонок. Марина подняла трубку и услышала знакомый холодный голос Анны Викторовны. «Ты думала, что это конец?» произнесла она, и по спине Марины пробежали мурашки. «Ты и понятия не имеешь, что стоит на кону». Марина сжала телефон, чувствуя, как холод охватывает ее сердце. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-е-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и что вы имеете ввиду?» Ее голос дрожал, хотя она пыталась держаться уверенно. «Это только начало», сказала Анна Викторовна, а потом раздался короткий гудок. Марина медленно опустила трубку, ее руки дрожали. Завтра Сашу должны были вернуть Ксении, но теперь она понимала, что вся эта история была лишь вершиной айсберга, и что-то мрачное и опасное уже надвигалась на Сашеньку и Ксению с новой силой. Она не может просто так отдать ребенка Кроху, которая стала для нее дочерью в семью, где девочку этого ангела ждет опасность. Продолжение следует. Подписывайтесь на канал, и уже завтра вас ждет еще более захватывающий сюжет о жизни Сашеньки. Ваша Ольга Орлова.